Даже имея ограниченный бюджет, скучать в Барселоне не придется. Причем развлечений хватит не на один день. Чем можно заняться? У любителей истории и искусства есть возможность попасть даже в самые знаменитые музеи города бесплатно. Так, в Национальный музей искусства Каталонии, Главную художественную галерею Барселоны, свободный вход по субботам и в первое воскресенье месяца. Большинство музеев Барселоны открывают свои двери всем желающим в первое воскресенье месяца и каждое воскресенье с 15 до 20. В эти дни можно бесплатно посетить музей Пикассо, Центр современного искусства Барселоны, Музей истории Барселоны и Дере. Как пройти в бизнес-зал аэропорта бесплатно, или почти бесплатно, любителям архитектуры можно просто бродить по улицам Барселоны и лубоваться зданиями, чуть ли не каждое, настоящее произведение искусства. Чего только стоит главное творение Гауди, ставшее визитной карточкой города, Саграда Фамилия. Другой шедевр Гауди – дом Баля, что в переводе означает «дом из костей». Такое название он получил из-за сходства деталей фасада с костями. Большой популярностью у туристов пользуется дом Мила, привлекающий к себе внимание волнообразным фасадом. Музей Пикассо в Барселоне Чтобы почувствовать дух Барселоны, надо прогуляться по бульвару Рамбла. Вдоль него расположены исторические здания, театры, музеи. Развлекают прохожих уличные артисты. Часть тротуара вымощена разноцветными камнями. Это еще одна достопримечательность бульвара Рамбла – мозаика Жоана Мира. Что посмотреть в Барселоне за три дня переплетения узких улочек с выходом на красивейшие площади, готические церкви, средневековые здания, дворцы создают совершенно особую атмосферу в готическом квартале. Прогулка здесь придется по душе любителям старины и истории. Позагорать на пляжах. Хотя Барселона – портовый город, ее пляжи отличаются частотой, за что регулярно им дают «голубой флаг». Всего в городе 10 пляжей. Самый известный Барселонита, расположен рядом с центром. Здесь можно не только позагорать, но и заняться спортом, есть детские площадки, многочисленные кафе и рестораны. Единственный минус – большое количество народа в разгар пляжного сезона. Барселона окружена холмами, с которых город виден как на ладони. Самая высокая точка города – гора Тибидаба. С ее вершины открываются потрясающие виды на Барселону. Еще одна популярная смотровая площадка – бункер Дель Кармель. В гражданскую войну здесь располагались зенитные установки. Теперь отсюда можно бесплатно полюбоваться панорамой Барселоны. Это первый в мире фонтан, в котором соединили воду, свет и музыку. Разноцветные водные потоки меняют свою силу и высоту под звуки классической или современной музыки. Укрыться от солнечного зноя, отдохнуть от городского шума и суеты можно в парках Барселоны. В центре города располагается парк Цитадели, по тенистым аллеям которого приятно прогуляться в жаркий день. Один из самых красивых – парк Лабиринт Орта. Вход в него бесплатный по средам и воскресеньям. Знаменит он своим лабиринтом, сделанным из кипарисов. Барселона – удивительный город, который не оставит никого равнодушным. Каждый выберет то, что ему по душе, будь то пляжный отдых, осмотр достопримечательностей, посещение музеев, театров, активное времяпрепровождение, прогулки по зеленым аллеям парков или городские шоу и мероприятия. Здесь можно найти развлечения на любой вкус и много абсолютно бесплатных.